Мы приехали в отель Минск, в отель Пекин в Минске. Выгодно отвечает эта серия, это как раз всевозможный ивент. Когда я посчитала на российские рубли, мне сразу все очень понравилось. Прям полноценный поезд. Это не флота, это типа надо сказать. Мы куда поехали? В Минск. Hello, men and women. Нет, неправильно. Men and women. Men and women. Что бы это ни значило. Ну что, мы мчим на Russian Poker Tour в Минск. Хотели поехать на поезд, но там какая-то жопа, либо адские дорогие билеты. И при этом еще пришлось бы в купе ехать вчетвером, а с учетом Рудика это вообще жестко. Вот. Самолеты S7, куда Рудика берут в салон, не летают. И, в общем, мы приняли решение поехать на автомобиле. Сейчас мы едем на каршеринговском Тигуане за прокатным Kia Optima. Мне не дают автомобиль в аренду, блин, это просто офигеть в каких-то компаниях. Поэтому сейчас заедем за Пашкой, он возьмет автомобиль в аренду, меня туда впишут водителем. И почти 800 км в Минске. Я надеюсь, часик за 8 доедем. Я много раз ездил по этой трассе. Сейчас, конечно, зима, но все фигня. Глеб уже в Минске. Завтра уже будет второй день ДДХ Poker Championship на РПТ. Так что нужно успеть доехать, поспать и в 12 часов разуалить кабинки нормальным ребятам и девчонкам, которые в Минске. План такой. Эй, грабитель национального монетного двора Минска, как у тебя настроение? Я еду грабить банк. Расскажи немного про Тигуан. Я вообще не ожидал. Оказывается, кайфовый автомобиль. Мне никогда не нравился Volkswagen. И я, если и воспринимал автомобили снаружи, то в основном Таурек. Вот. Но, оказывается, Тигуан офигенский. Он просторный такой. Внутри очень комфортно сидеть. Очень комфортен в управлении. В общем, неожиданное открытие. Тигуан нормальный аппарат вообще. А мы едем сегодня в Минск на Kia Optima. Это моя любимая машинка. Но я еду сейчас здесь и понимаю, что я была жена, и я так поехала. Здесь кайфово, правда. Все, угоним. Есть какие-то эксперты в комментариях? Пишите, как у каршерингового автомобиля отцепить маячок локации, чтобы помчать нормальную. Ладно, погнали. Единственная проблема, что мы едем в ночи. Уже потемнело. Не то, чтобы я мастерские сняла машину. Все тряслось. Но я старалась, правда. Короче, есть две новости. Плохая и хорошая. Из хороших мы взяли эту черную тигрицу. Ой! Затарились всем необходимым в дорогу. Напоили руди и выехали такие из Москвы. Напоили руди, звучит очень двояко. Из плохих новостей выяснилось, что на самолете в Беларусь без проблем можно лететь. На поезде ехать можно без проблем. А оказывается, на машине сейчас, с учетом ковида, есть какие-то косяки. Будем решать этот вопрос по мере поступления. Димон, здорово! Вот так видим. Очень стрёмно по таким дорогам ездить. Особенно, когда мы свернули не туда. И особенно, когда ты чувствуешь себя, что это лень. Довольно опасненько мы едем, конечно. Очень сильный снег. Темно. Машина на аварийке. Смотри. Жесть. Еще до этого была какая-то страшная авария по левую руку. Короче, Толя еще себя очень некомфортно чувствует в темное время суток, как он сказал. Что он вечно в напряжении. Надеемся, что доедем без происшествий. А самое главное, пока непонятно, куда ехать. Да. Это самое тупое. Но у нас же еще куча часов, чтобы это придумать. Ну, не куча. Ну что, наша банда в лице меня, банда грабителей Ульянки и Ушастова сейчас уже на территории Беларуси рассказывает, в чем, собственно говоря, движуха. Для тех, кто не знает, между Россией и Беларусью нет границы. То есть, когда ты едешь на машине, ты просто едешь. Когда ты летишь на самолете или на поезде, ты едешь по российскому паспорту. Но в связи с замечательной, точнее, незамечательной болезнью, которая появилась несколько лет назад. С модным вирусом. С модным вирусом, да. Проходят разные ограничения. Поэтому, если ты летишь на самолете, все чики-пики. Ничего тебе не надо показывать, ничего делать. Нет, нужно ПЦР-тест или сертификат. Сертификат о вакцинации. То же самое, собственно, происходит с поездом. А на машине хрен тарары. В общем, я даже представить не мог, что вообще такое может быть. Но, в общем, тебе должен быть какой-то весомый повод попасть на машине именно на пешей границе. И в тот момент, когда мы уже выехали, мы об этом узнали. Ну и надо было как-то решать вопросик. В общем, рассказываю суть проблемы. Если ты гражданин России, то тебя на автомобиле, неважно на каких он номерах, не выпускают из России. А если ты гражданин Белоруссии, то тебя не выпускают из Белоруссии. Соответственно, с обратной дорогой проблем никаких. И, ну, естественно, всевозможные умельцы находят обходные пути к этому вопросу. Есть куча различных групп, которые предлагают провести через какие-то деревни, через села. У тебя забирают машину, гражданин Белоруссии перегоняет ее через границу. А ты, собственно, в УАЗике едешь через поле и потом садишься в свою машину. Но есть и более, как бы, цивильные методы проезда через саму границу. Ну, мы, так как мы с Ульянкой граждане Белоруссии, если вы понимаете, о чем я, то мы, как бы, вот проехали через центральную границу. Хотя, по-прежнему, есть какое-то послевкусие того, что вроде все как и было. И, как бы, ничего не изменилось, что можно просто проехать. И из этого раздули какой-то просто шум и организовали всевозможные процессы. Хрен его знает, что на самом деле. В общем, мы рады, что мы границу проехали. И надеюсь, что через несколько часов будем в гостинице Пекин. А уже буквально через 10 часов будем играть ДДХ Покер Чемпионшип на серии РПТ, собственно, в гостинице Пекин. Милая, как у тебя настроение? Нормально. Нормально? Вот Родика спросил лучше. Город-герой Минск. Мы приехали в отель Пекин в Минске. Дорога, конечно, оказалась неожиданно долгой. Этот красавчик справился вообще с ней на ура. Ну что, основная задача – классно провести время. Отдохнуть, почилить, посмотреть Беларусь. Ну и, конечно, затащить пару туриков на РПТ. Да, Родик? Мне не имется, я даже не раздеваюсь, делаю рум-тур. Посмотрите, какая ванночка, туалетик, душ и ванна. Это вообще как такое возможно? Как это можно придумать все? Очень круто. Слушай, ну это явно поприличнее, чем РПТ в Океане. Офигенно. Здесь круче, чем на Кипре. Ну да нет, конечно, супер. На Кипре был ужасный отель, честно говоря. Очень красиво. Как все стильно, Рудик. Ты счастлив? У тебя здесь место побегать. Очень комфортно, вы посмотрите. В общем, если я не... Здесь место рабочее, это вообще круто. Толя, подожди, это еще и монтажное место. Окошечко с приятным видом на парк, в котором мы будем гулять. Да, да. А ты будешь делать это? Да, пожалуйста. Алло? Алло, квартан, публикуй. Нет, знаешь, что я буду делать? Верочка. Минус это наша собачка, которую надо помыть. Здесь есть весы. Да, это плюс, огромный плюс. Огромный минус. Так, мини-обзор на отель. Начинаем как положено снаружи. Рядом с отелем есть классный парк, с которым можно погулять, если, например, у вас есть дети или животные, как у меня. Отель Пекин в центре Минска – это современный отель, 5 звезд, бизнес-класс, который входит в китайскую сеть отелей. И когда заселяешься в него, действительно ощущаешь, что это истинный бизнес-класс. Во-первых, ресторан китайской кухни. Нам с Толей он очень понравился. Кафе европейской кухни. Мы практически каждый день едим здесь. Лобби-бар, спа и фитнес-центр. К сожалению, спа и фитнес-центр не работают сейчас, потому что они на реконструкции. Салон красоты и казино. В салоне красоты я уже побывала. Не то, чтобы он прямо очень хороший. Может быть, конечно, мне не очень повезло с мастером, но казино точно классное. И также здесь есть бесплатная парковка, что очень удобно для нас особенно. И, конечно же, здесь можно забронировать конференц-зал, банкетную площадку. И чаще всего здесь проводятся фотосессии для свадебных пар. Мы даже с Толей поучаствовали в одной из этих фотосессий. Правда, как зрители. Почему ты не в платье, Ульяна? Потому что я сегодня вообще не в настроении. Пошли бегом. Роди только что запрыгнул в машину. Но так рад он Катю увидеть. Привет! Ой, Лодя, привет! Я сама в шоке просто. Дитерская, которую нам так все рекламировали. Мы, как какие-то бедные родственники, закупились просто всем. Как будто нас не кормили никогда десертами. Сегодня будем пробовать вкуснятину. Погнали! Ну что, ты счастлива? Ну да, конечно, счастлива. Ты взяла мне там одну, да? Классно, видали? Короче, вот этот мужчина нам сейчас, ну, Толя подъехал и говорит, по какому принципу происходит парковка. Мужчина такой просто, знаете что, вам бесплатно, вставайте вон туда. И Толя спрашивает, почему, в честь чего. Он говорит, да просто, пусть вы сорвали джекпот, у меня хорошее настроение. И вот сейчас говорит, мне просто надоело работать. Приятно. Мне очень нравится. Не знаю, романтично в этом городе, что ли? Миротворающе. Я вот тоже сказала, романтичный какой-то, я не знаю. Да, мне просто как-то очень красиво и спокойно. У меня это, ассоциируется со словом, романтично. Суру, вот у мальчиков пока свидание, я занимаюсь операторской работой. Тот момент, когда ты за рулем, вот, у тебя бокал белой воды, вот, а Глеб заказал дегустационные сели. Вот это чилиска мне попала. В общем, ресторан Вью с классным видом в Минске и на самом деле объективно приятные цены, потому что, наверное, по местным меркам это достаточно дорогой ресторан. Но самое-самое дорогое блюдо это стейк, который на наши деньги стоит примерно 1400 рублей. Если бы мы посетили какое-нибудь подобное заведение в Москве, то я думаю, что там это было бы самое дешевое блюдо. 1400 рублей за 100 грамм там было бы. Я думаю, все вина смешаю, чтобы, ну, стол у нас небольшой. Но все красные, да. У меня Глинтвейн без алкоголь. Ладно, Ульяна же говори правду. В общем, организаторы РПТ решили организовать сегодня караоке-вечеринку в Мохито-лайве. А ты почему в кроссовках пошел? Посмотри, что из этого будет. Ливе. Маджито-ливе. Маджито-ливе. Отличное заведение, вот караоке написано. Я в кроссовках, потому что я же ходил туда. Любимая песня. Моет так чисто, да? Да, Минтвейн? Если вам понравилось, как она спела, ей можно поаплодировать. Явно, ну понятно, мне за три раза побывал на сериях РПТ, что выгодно отвечает эта серия. Это как раз всевозможные ивенты. Я служу не по призовым фондам, которые мы раздали, не по рейку, которую мы заработали, и не по каким-то другим качествам, кроме как атмосферы, кроме как то, что вы сегодня здесь можете видеть. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. Я надеюсь, вам здесь все нравится. И давайте за вас. В общем, сегодня будет первый опыт журения в подобной истории. Что вам будем оценивать? Песню, качество исполнения песни, номер, оригинальность номера, костюмы, реквизит. Я не намекаю на вот этот бокал, в коем случае, в центре, просто имейте в виду. Наш первый опыт, когда под нашим брендингом прошел какой-то турнир, мы поздравляем победителя, он красавчик вообще. И в плане репертуара лично мое сердце он уже покорил. Глеб, наверное, тоже споет. Если спою я, то заведение закроется навсегда, меня больше никуда не пригласят. А Глеб с этим классно справится. Еще только забыл сказать, мы будем оценивать все-таки немножко вокальные данные. Это тоже важно. Главное, для меня главное в этих, чтобы пели вы от души и сами не наслаждались процессом. Это самое главное. Ну и естественно, я за первые победителя, мы будем обращать внимание на ваши голоса. Я попозже скажу номер, куда можно отправлять смс-ки. Они платные, конечно же. Вот, потому что я не думаю, что победитель ДТХ Покер Чемпионшипа сможет оплатить сегодня всю вечеринку. ДТХ Покер Чемпионшипа НОЛЬ, но Николаю Штрафной балл за использованием подтанцовки представителя жюри. Я тоже танцевал, да. Я по жизни загулял, скоро в темный лес попал. Я по жизни загулял, сейчас он отдыхает, он последовал. Значит, у оценочков что от нас? Танцы 12.0. Энергичность 28.0. Выступала Ирина с песней молитва, если вы помните этот театральный ютюб, который здесь происходил. Значит, хореография 5.0, работа с реквизитом 5.0, костюм 5.0, очаровательность 10.0 и уровень сексуальности запредельный. Также специальная номинация от нас. Встретят кошки, грация тигрицы. Конечно, мы аплодируем Ирине. Победитель конкурса голосовых двойников группы B2. Мне невозможно было просто отличить от оригинала. Это небо, вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в стенах, где тобой зажженый фонарик. Эй, эй. Ой, мама, когда меня не звонит, Я буду петь колоссами Моих детей Колоссами детей Виртуар 5.0, борода 5.0, работа с залом 5.0, Использование запрещенных приемов песни, это я про Ульяну, 5.0. Я даже не знаю, как они будут выбирать, ребята. У вас непосильная, Миша. Я, если что, не в конкурсной программе поим. Так что меня можно вычеркнуть. Эрика не акцент. Не, Эрика понятно, там он даже в топ-13 не входит. Вот, я про другие все выступления. Вот, было очень классно. Я приношаю на эту сцену моего другу, друга и коллегу Под ваши бурные аплодисменты, Глеб Тринзил. Испомню для вас песню, о которой сейчас сам расскажем. Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять и безусловно жаловался на людей. Караван перебел и негодяй, поддержал себя пастями об оде. Надо были выражить и покаянили мое, найти-ка меня скорей. Пустые дними, леными я кочевал, это безусловно следы. Или надо быть путь порогом, чтобы понимать суету беды. Сам приволок к этим пулечом, мыслями выбрелами судьбы. И мы продолжаем наш декорский вечер, мой фито, караокер. Я же не пьющий! Ну, погнали! Поехали! 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 Ура, хозяева, почему я хожу на руках? Ты можешь его поставить уже? Ой, точно. Ура! Кто сейчас будет по коридору бегать? Он так обрадовался, что когда я его выпустил с коридора, он же побежал вот так вот, просто, не выдержал и залаял. Я не знаю, Занечка. Так, после караоке на следующий день мы решили сходить в СПА Ривьера, вот, с девчонками и ребятами, прикольное местечко, все очень цивильненько, посмотрим, что там будет внутри, вот есть тут бритвочка, пеночка, лосьончики, ушные палочки, можно заказать круиз для влюбленных. Фен, водичка бесплатная, все по кайфу, посмотрим, что будет дальше. Так, слева от нас положена комната сна, тут просто вздыхательная практика, звукоперапия, золотой природкой, попробуйте. Если простым языком тут кеморнуть можно? Нет, если простым языком, здесь сцен речь. Здесь спустят, спустят. А, я думала, здесь сцен речь. Тебе идет, ты как шамаханская царица здесь. Что мы с Юлей сходили на процедуры, она ходила на... Давай, что тебе сделали сегодня с волосами? Какой-то уход, который, короче, испортил потом массажист китайцы. Вот, я сходила тоже на этот массаж, кстати, ну ничего, нормально было. И на педикюр. Это было единственное, что сегодня свободно, потому что мальчики нас сюда притащили в баню, в бассейн. А нам это сегодня не очень актуально, поскольку мы немножко болеем. Вот, поэтому мы сейчас на все эти процедуры сходили, сейчас попьем чаек, еще там на одну процедуру, или поедем домой в отель. Рудичек у нас уже заждался. Так, ну что, зашли при свете дня, вышли вечером, как вам? По десятибалльной на восемь? На восемь. А вам? На восемь. Ну, когда я посчитала на российские рубли, мне сразу все очень понравилось. Так я вышла сначала не очень. Ага, я понял. Ну, не, на самом деле место по кайфу, но сюда в идеале приезжать на целый день. Вот такая рекомендация. Да, и заранее записывать, чтобы все было открыто и так далее. Так, мы пришли поужинать в китайский ресторан, который в отеле. У нас есть штучка, которую можно крутить. Да, кто не знает, в китайских ресторанах обычно принято заказывать блюда на компанию. Да, и попробовать. И попробовать все ништячки. Ну что, воду попробуй пустим? Ну да, цена указана в меню получается. Ну и жалко, я только японский знаю. Нет, из хороших новостей показатель качества того, что ресторан нормальный. В китайском ресторане сидят китайцы. Куда налить чай? В супницу? Уйен нормально. Как тебе чашка для чая? Нормальная? Замечательно, я в Таиланде живу. Я из движения Ульяна Life Matters. Я из движения Ульяна Life Matters. Это блюдо возникает еще во времена северно-пилюрных династий. Это примерно 5 век до нашей эры. Но документальное свидетельство об этом блюде сегодня находит в хрониках династии Юань. Это 14 век нашей эры, когда, как известно, один из придворных диетологов императора решил, что именно такой способ приготовления утки является самым лучшим. Традиционно утка по-литейски поддается с буйщиками, измисываясь из коста и соевых лобов, огурцом нарезанным салатом. Я лобка, буй-буй, буй-буй, буй-буй. Спасибо вам огромное. Ой, грустите. Дети просто. Все в порядке. Злые, как интересные. Можно взять один блинчик. Немного бубовой пасты. Так как она достаточно соленая, ее вам нужно совсем чуть-чуть. Один кусочек мяса. Один кусочек хрустящей кожицы. Немного огурца. И немного лука пари. Толя, дайте вам больше всего не нравилась история, что он попробовал. Это типа как спринг ролл. Смотрите, елочка, буй-буй. Интересно. Да, очень вкусно. Лена Андреевна, как вам ресторан? Хангзи. Короче, это топовый. Китайский ресторан в гостинице Пекин. Это пушка. Мы так вкусно поели. И это настолько было супер-мега-трупер-гуд. Да? Ты счастлива? Я. Как тебе наше романтическое свидание в Семирон? Люблю нашу шведскую семью. Так, сегодня первый раз я иду к началу игрового дня, к 12 утра. Потому что прошел во второй игровой день турнира прогрессив нокаут. Посмотрим. 40 человек в игре. Я думаю, что за первое тысячу, наверное, с нокаутами 9 должно быть. Так что сейчас посмотрим, как устроено все в игровом зале на РПТ. Это серия РПТ. Она проходит в разных местах. Поэтому, например, если в казино Сочи все всегда стандартно. Столы там на одних и тех же местах и так далее. То здесь серия путешествует. Попадает в разные залы. Но гостиница топовая. Поэтому все очень удобно, комфортно. Есть некоторые мелочи, которые не сделаешь на, так сказать, выездных площадках. Но все равно кайфово. Сейчас посмотрим. Вот такая вот стоечка. Ресепшн переходим. Охрана. И для того, чтобы заходить в казино, каждый день нужно давать паспорт. Карточку не дают, потому что... Но паспорт нужно обязательно каждый день приносить. Потому что, да, по белорусским законам, как в течение 24 часов, один раз вы должны предоставить паспорт. Обязательно. Все, по кайфу. Такая вот брошюра со списанием серии. С утра людей еще мало. Вот такой вот зал. Конечно, при входе есть рулеточка. Очень удобно, если, например, играешь за этим столом. Бабл затянулся. Можно вот как бы в руль проверить. Вот тоже расписание серии. Есть бесплатная водичка. Партнер серии RoomGrom Poker. Вот четкие пацанчики сидят. Здесь нельзя снимать. Вот обалденный сомнировый директор. Вообще всегда на кайфе, на позитиве. Вот. Вот столы. Такие вот баннеры привозные, которые отделяют нас от игровых аппаратов. Есть обмен, касса. Доброе утро, мужчины. Внизу снимайся. А у нас можно. Так что вот так по кайфу. Уже доброе утро. Доброе, доброе. Удачи. Спасибо. Вот фишечки запакованные со вчерашнего дня. Доброе утро. Будущие чемпионы. Будущие чемпионы. Доброе утро всем. Приятного аппетита. Вот что еще. Вот такая вот стоечка регистрации. Микрофончик с надписью РПТ. Короче, все по кайфу. Такие вот кубки за разные турниры. Побольше кубок за мейн-эвент. И самое главное. Самому лучшему игроку серии дают вот такой вот офигенский пояс. Поясок. Ну как, поясок не назовешь. Пояс прям, прям полноценный пояс. Когда проходишь во второй день турнира, вот на экранчик вывешивают место и стейки. Нужно себя найти. Я почти нашел, но экран переключился. Сейчас вот на следующем экране. Никитин Анатолий 9.8 пойдет. Так, смотрите, у нас появились карточки таймбанка. У вас есть, подумайте, 30 секунд на каждой улице. Если решите подумать дольше, то вот используйте карточку таймбанка. У нас их 6. Нормально, не ошибка. Так, вот такие вот фишечки. По 25 уже тысяч, по тысяче и по 5 тысяч. Нормально. Зашли в классное местечко. У нас вообще поездка классных местечко. Ресторан, гости. Гости. Мясо, бургеры. Там как в Красной Поляне, да? Только здесь намного вкуснее. Рыбки, шмыпки. Вкуснее, откуда ты знаешь, мы не ели. Попробовали, нам принесли вот здесь морковь. Попробовали морковь. Но морковь вкусная, значит точно вкусно все. Супер подача чая. Офигенный чайчик. И вот такой супер лишний чайчик. Ты счастлива, Медит? Я обожаю, когда даже вот в таких вот мелочах проявляется отношение к клиентам. Как еще нас назвать? К гостям. Отличный, это тот момент, когда вылетел в девятом с финалки и освободилось время. Я могу сказать, нет. Я не могу. Продолжение следует...